Все мелочи жизни, а тем временем у нас Cloud9 играет на атаке. На IP решают поставить четырех игроков у Фонтанов, при этом всем оставив одного гитрайта на чек Б-плента. На Б-плент Cloud9 забегает пустой. Как мы видим, Ниджиас и Пиджамас местами не угадывают. Да, конечно же, гитрич сделает один килл, но этого мало. Это на самом деле более чем достаточно, если взять то, что его роли чисто на чек, поэтому все ох, Тарик. Смотрит болото, его вырубает Дрейкен. И Дрейкен на 10 хп, стоит заметить, надо ему очень аккуратно играть. Кстати говоря, получается все у Ниджиас и Пиджамас, что бы я там ни говорил. Хотя Скадудл в Дистадис убивает, может быть, Стресс разменивает Скадудлов, Форс заканчивается тематикой. Стеутаки огрызается, огрызается дважды, а неужели будет трижды? Трижды огрызается, четырежды огрызается, Стеут. Окей, квадрокилл в первом пистолетном раунде. Дорогие друзья, догрызьте в итоге до победы в первом раунде для своей команды. Найс, неплохо, сыграно неплохо. Да, очень хорошо сыграно на Стеутике. По факту он соло вытащил себе раунд. И мы вчера наблюдали подобные действия Твиста, например, в команде Ликвид. Но увидим, что в американском регионе есть еще один хороший пистолетчик. Во всем случае, вытаскивающий очень-очень серьезный момент для своей команды. Найп, ясное дело, будет играть с Форсом, но этот Форс немного не дефолтный. Хотя в последнее время все больше и больше команд прибегают именно к такому варианту закупа. Где нет раскидок, где нет арморов. Что означает то, что НИП получит хороший бай на первый девайсный. Таким образом, сэкономив себе на диффолт-киты, на молотвы, на вторые арморы и на нормальные девайсы. Пистолеты лишь есть у команды Нижнессон Пиджамас. Возможно, стычка будет около позиции гитрайта. Да, будет, и Раш его все-таки заберет здесь. Ну, интересный вопрос, куда пойдет Клауд Найн. Да, то есть они вроде немножко подвскрыли ребят на Б. Но, как мы видим, на Б они сейчас не спешат. Возможно, думаю о том, что Нижнессон Пиджамас сейчас будут ротироваться на Б. А мы такие умные возьмем, да пойдем, например, на А проверим. Вот сейчас они как бы идут и проверяют. Но проблема в том, что здесь вообще-то поджимы от команды Нижнессон Пиджамас, которые не уменьшались успехом, и НИПы понимают, что нужно тогда отходить назад, потому что они все равно пистолеты. То есть если они сейчас в это окно не попали и никого не убили, то уже шансов нет. Надо что-то придумывать заново. В итоге Клауда все-таки идут не на А, на Б. Поставят, скорее всего, бомбу в ближайшее время, и НИПы будут это все дело пытаться выбивать. Ну, тут без вариантов. Они просто попробуют выбить, да, пару девайсов не получается. Старик дает 2 блкил с ЮМПшки. Форест хорошо отщелкивает Аутематика. На самом деле, все равно, наверное, НИПам не стоило пытаться здесь что-либо делать. С одной стороны, скажете то, что... Ооо, два выстрела просто в голову через стенки. Найс. Смотрите, одно в окошко, другое через стенки. С тьют окей, он уже не ожидал. Так вот, вы скажете, что хорошо побивать девайсы с точки зрения экономики. Это норм. Да, там Аутематик с Стариком сразу же NS-NS написали. И вызывают. Вызывают Блонара, конечно, к нам на серверы или Ярослава, как вам больше нравится. И НИП, в свою очередь, сейчас делают точно такой же зеркальный раунд, что и в первом раунде. То есть их идея основная в том, что они вылавливают Клауд Найн на подходах к Апленту. Вставая вчетвером на точках фонтана, туалетов, коннекторы и так далее. Два раунда подряд Клауд Найн ходит на Б. И два раунда подряд они по факту угадывают направление, где нету вообще никого. Ну и все-таки второй раунд в пользу Клаудов. Нету денег у НИПов на данный момент. Все еще не дефолтные пистолеты. Местами дефолтные пистолеты. Все, что могут себе позволить. Потому что в следующем раунде все-таки стоило бы закупаться контртеррористам. Подсадка, кстати говоря, здесь будет. Тройная, судя по всему. Для Гитрайта, скорее всего, да. И будет он чекать болото. В этот раз Клауда не идут на Б, по крайней мере, сейчас. И вопросы к Дрейкену в таком случае. Потому что, может быть, он услышит. Да, вот он вроде слышит и видел тень. Но Тарик, будучи Бэтменом, справляется явно быстрее и явно лучше. Теряет одного игрока команда Нижнадцатом Пиджамас. Теперь ориентация на А. Теперь интересный момент, да. То, что Клауда пойдут ли сейчас под Б через центр или не пойдут. Вроде как Б пытается что-то с Аплентом сделать. Гитрайт. Ну-ка, да, видит оппонента. Это Тарик стреляет по нему. Гитрайт выживает. Сам огрызается. Рез помогает. Ему таки убивает Тарик. И неплохо. Четыре в четыре. Скадудель. Заходит на комбо. Пытается сразиться против трех игроков, которые пушат его вовсю. NIP цепляется за любую возможность завладеть каким-либо девайсом. Получили уже УЗ-шку. Конечно, но это мало. Нужно калаш какой-нибудь засейвить. ИМПХ. Вот это любое вливание в экономику было бы неплохо. Гетрич тем временем проходит. Не чекает все это кей. Не смотрит его. Вообще пытается выйти на коннектор. Думал, что он сможет просочиться. Но ему не дали. Заткнули пробку. И экзист вместе с разом. Теперь два на четыре. Тут все прекрасно понятно. И Cloud9 не только выигрывает раунд. Но и самое главное теряет минимум девайсов. Только одного УЗ-Тарика. И это мало. Шведам нужно больше крови. Минус раз. И экзист остался последним. У него Мактен. Он понимает, что если выходить на кого-то, то точно знать на кого. И знать когда. Поэтому сейчас попробует сыграть на возможной экзит фраге. Попеременно оборачиваясь. Потому что его еще могут поджимать сзади. Труп его товарища здесь лежит. Никого не будет на граффити. Никого. Встречает человека около зигзага. Но дело в том, что это Мактен. И тут немножко сложновато. Здесь пытается перепрыгнуть через Дивераху, через которую его стреляют. И есть варианты, что и Мактен здесь потеряет. Но не особо важно. Потому что давайте на раунд. Будет у Ниджас и Пиджамас. Попыталась он убить еще кого-то. Ничего не получилось. Получилось. Он убил Скадуду по факту. Он раздамажил Скадуду до 10 хп. И Скадуду умер от взрыва бомбы. От взрыва бомбы, да. Да, действительно. Денег, правда, ему не насыпало. Это такое мелочи. Такое, действительно. Ну что, его девайс на раунд от Нипов. В данном случае, пожалуй, довольно важно. Опять же, я все еще считаю, что Клоуда здесь будут более свежими, наверное. По какой-то причине, опять же, посмотрим, сойдет или не сойдется. Дрейкин с АВП, остальные с МКами. Четвертыми первые тоже есть у Фореста. Кстати говоря, тактическая мемочка здесь. Юмпик у Раша. Возможно, сложный ему будет местами. Может быть, ему стоило бы за спинами своих товарищей играть. Или как раз ему уже нужно прикрытие. Резер пока что стоит в туалетах. Пытается зачекать и подходы с Ланга, и подходы с Банана. Никаких перестелок на данный момент. Ожидания. Ожидания от Нипов. Когда же Клауд Найн будет пикать. Вообще будут давать о себе информацию. Пока американцы играют очень тихо. Это, конечно, для них большой плюс. Потому что Нипы вообще не знают, куда им стоит подъезжать. Но при этом все. Муксистай и Форест — это большой контроль карты на болоте. Одновременно с этим Рез контролируется еще Ланг. На ранней стадии Ланга практически у старта. И это серьезно. Это 54 секунды, которые все еще Клауд Найн не получили. Практически никакого контроля карты. Единственное, что у них из стратегически важных объектов есть — это коннектор. Это позитив. Но все еще нужно работать. Нужно поставить скадудловскую снайперскую винтовку в ударную позицию. Пока что у них это не получается. Клауд Найн решает все-таки уйти в сторону Б-планта. Здесь все еще к Зист с Форестом. Который один смотрит коннектор, другой смотрит длинную трубу. И Аутематик под нее подъезжает. И здесь Зист не справляется с Тестри Боя. С контролем спрея. Форест. Форест они проверят. Теперь он самый главный парень. Да, и Форест все-таки сделал здесь вещи интересные. И сзади резко замыкает скадудла. Даже под Фореста. Даже если бы не получалось, Форест, возможно, сыграл бы на размине, если бы у него вышло. Поэтому здесь все прям суперклассно для Анику. А Тарик, конечно, убивает оппонента. Но Форест заканчивает с Тариком. А до этого Дрекин заканчивал с Рашем. В итоге действительно раунд для команды Ниджесен Пиджамас. Такой важный. Единственная проблема, это то, что умирают ребята, а денег у них пока что не так много будет. Поэтому им придется сейчас еще какие-то раунды побеждать. Иначе опять экономика, ну точнее вообще в принципе экономика начнет ломаться. Проблема еще и в том, что они показали хороший раунд. Но Cloud9 теперь к этому будут готовы. То есть главной проблемой был Форест, который находился на болоте. Его не ожидали как второго игрока на болоте. Обычно команд защиты так агрессивно не действует. Теперь Cloud9 будут намного более аккуратными. При этом всем шведы продемонстрировали нам сумасшедшую совершенно дисциплину. Одновременно с хорошим контролем карты. Сейчас потери гитрайта не очень приятные, но все еще ничего страшного. И вот эта вот дисциплина с контролем карты одновременно, это очень редкая штука в современном Counter-Strike. Потому что обычно вы сами видите, команды пытаются быстро занять фонтан. Да там, ну шарики точнее, с них постреляться. Сразу же уйти обратно поглубже на плент. Разыграть максимально многослойную защиту. Здесь многослойности не было. Здесь первые же редуты защиты остались до самого конца. Стоять на острие. И это острие позволило найти Cloud9 на перетяжках, на движении. В окончании раунда, где у них уже не было выбора, кроме как двигаться прямиком на стволы своих оппонентов. Не в самых дефолтных позициях. Это было очень-очень сильно сейчас. Раз тем временем выносит еще и Тарика. Cloud9 почему-то не думает о том, что надо открывать все через флешки. Они не ожидают противника именно здесь. Forest они тоже не будут ожидать. Я практически уверен на все 100%. Так именно и есть. Боже мой. Cloud9. Это жесть. Сейчас нужно брать паузу. Не потому, что там счет 2-3. Не секунды. А именно дело в том, что два раунда подряд NAP занимают не самые дефолтные позиции. На острие. На контроле карты у туалетов, у болота, у коннектора и так далее. И Cloud9 просто не ожидают увидеть там противника больше, чем в одном числе. Каждый раз, когда они делают килл, они решают то, что раз мы сделали здесь фраг, значит противника здесь больше нет. Мы спокойно идем и занимаем главные позиции для атаки на пленты. Но к плентам они даже близко не подбираются. И с другой стороны, вот та самая стратегическая ситуация для нефов укрепляет свое экономическое положение. И сейчас вернут, ну даже не вернут, а в принципе вернут, кстати говоря, пролетят по раундам. На 3-3 можно делать. Дрейкин, Гитрайт, Рес делают по киллоре, сделают дабл в итоге. И Гитрайт тоже делает дабл, кстати говоря. Вот оно, 3-3 заветное. И сохранение жизни, укрепление сетишной экономики на ближайшее время. Есть варианты, да, что Cloud9 возможно проснутся сейчас, потому что как-то они немножко не собрано начали играть. Может быть, кстати, тоже немного недооценили своего оппонента. Не уверен. Вот, кстати, момент в чате, почему они покупают гранаты и не откидывают их. Потому что они считают, что они могут с гранатами дойти до плента и потом уже их раскидать на пленте. Они не используют флешки на открытие точек, потому что они не предполагают присутствие противника на этой точке вообще. Это, с одной стороны, либо невнимательность, либо, с другой стороны, отсутствие адаптации. Потому что Нипы сейчас снова делают этот раунд, снова делают агрессивные точки. И вот теперь Cloud9 обязаны адаптироваться к тем раундам, которые они проиграли. Две штуки девайсных. Раш выносит Реза. Окей, начало примерно то же самое, что и было в предыдущем девайсном. Cloud9 постепенно начинает продвигаться. Еще минута 20 есть. И давайте понаблюдаем. На катушках оставляют одного товарища, который, возможно, будет работать в контурподжимных позициях. Это Automatic простреливать деревяшку. Насколько я сейчас видел, по позиции сквозь деревяшки там никого нет. На B, опять же, в других немного позициях. Ребята, оставшиеся из Ninjas & Pijamas, которые на B стоят. Ну и переориентация на B на данный момент идет. При этом номер 9 закрывает дверку и закрывает подходы, опять же, с банана под это самое B. Это раж, да? То есть, если он что-то услышит или что-то увидит, он спрячется. Не за проблем, что брейки, но вообще-то готов. Кзиста нельзя отпускать. Хорошее действие от Cloud9. Запалили Кзиста. При этом Соман не смог справиться со спреем. В очередной раз, кстати, на дальней дистанции у него не получается действовать с Мкой. Рейкин, тем временем, за колонной. Но его тоже убивают. Надо сейвить Гитрайту с Фореста. Без вариантов. Хотя, Форест другого мнения. Форест говорит, пацаны, пошли. Смог на ЗЗ. Его просто простреливает Тарьк тоже убивать Гитрайта. Возможно, что эти две последние смерти не были необходимы для шведов. Потому что, с одной стороны, скажете, то, что экономика там более-менее жива. Да, но она достаточно быстро теряется на КТ-сайде. Вы знаете, фулл-закупы стоят очень дорого. Это Дифус Кита, это Молотова, которая стоит больше, чем на Т в два раза. И Cloud9 все-таки провели, в принципе, достаточно хороший и приятный раунд с точки зрения одновременной и медленности, и высчитывания позиций. Увидели, открывались практически все точки через флешки, даже там, где не было противника. Но действовали Cloud9, и они учуяли, какова главная проблема их атаки. Ну и мы видим, что Нипус снова действует тот раунд, который первые два раунда. Первый раунд с пистолетным, и второй с форсбаем, они действовали вчетвером на фонтане. И сейчас они примерно то же самое и делают. А с Кадудл не лезет, заметь, да? То есть он такой, а сейчас я проверю, но аккуратно, уже в зуме, без, скажем так, каких-либо лишних шагов вперед. И начинает рез поджимать еще дальше Тиндергартен. И вот здесь встречается с Тивитокей. Cloud9 уже понимают, как приблизительно могут нестандартно играть здесь в защите Ниндесен Пижамас. И на самом деле, вообще-то, отъедаются на этом. Сейчас была, по сути, ошибка. Какая флешечка под Фореста. Шикарнейшие действия от Нипов. Это next level gameplay. Я вот вам что скажу. Потому что это поджим в середине раунда. Не самая легкая задача, потому что мы привыкли, да? Самые простые поджимы это начало раунда. Сейчас Форест не только просто там открыл дверь, прочекал или еще что-то в том раунде. Под него кинули флешку, и они убили оппонента, который уже захватил болото. И знаете что? Они дальше не пошли. Форест не остался сидеть там и контролить болото. Он понимал то, что против него пойдут с лешками, с хешками и всем остальным воевать. И будут его убивать. Он просто отморозился и ушел обратно. И Гетрич теперь один из самых главных игроков. Тем временем, как раз-таки Форест возвращается на ту позицию на болоте. Убивает одного. Гетрич выносит другого. Скадуду остается один против двух. НИП создали этот раунд своими руками. Нереально круто. Да, действительно все получилось. При том, что Клоуда знали о поджимах. Но флешка сыграла свою роль. Да, она была действительно хороша. 4-4, дорогие друзья. Оверпасс становится все более и более интересным. И все менее и менее одноколиточным. Что невероятно хорошо для всех нас. Пауза залетает от Тарика. Тактическая. Да, надо пообщаться. Но я бы сказал, не особо есть деньги. Есть варианты рискнуть. Да, под кого-то сыграть. Но я думаю, что все-таки Клоуда будут пистолетный полубайт делать. Скорее всего. Хотя есть варианты действительно закупить. Ведь 3 девайса. А нет. Будут закупать 3 девайса. Скорее всего. И еще какой-нибудь пистолет. Тарик закупает на 4600 полностью. Скадудл может купить себе автомат Калашникова. Так же как и Стьюит О'Кей. Вопрос к первым или вторым арморам. Или у всех вторых. Потому что на вторых тоже хватает. Но по гранатам будут проблемы в таком случае. Вот второй армор от Скадудла. Второй армор от Скадудла. Да, две. Ага, просто смог. Да, есть какие-то проблемы по гранатам. Два пистолета у Раши автоматика. Но в общем и целом бороться с этим можно. То есть они не захотели покупать пистолетный полубай. И не захотели отпускать этот раунд. Посмотрим, выйдет ли. Стьюит. Тем временем открывается по коннектору Дрейкен. Важнейший фраг от него. Успевает еще и убить Раша. Боже, как же он их уничтожает. Полностью захлебывается сейчас атака. От Клауд Найн попытались сделать быстрый раунд. Нипы знаете, что сделали. Они полностью заблокировали. Дело даже не только в Дрейкене замечательном востребе. Окей, хорошо все исполнил. Дело в том, что такие Раши, они хорошо контрятся. Если как раз таки у вас позиции на упорах. Да, если они не в стороне там Аплента. Именно глубоко-глубоко. А как всегда, Нипы еще ни разу глубоко не оборонялись. Еще не было ни одной позиции снайпера, который бы сидел, например, на табличке. Там или в банке, или на хоупе, или еще где-то там за КамАЗом. Ни одного раунда Нипы не провели в глубокой обороне. И Клауд Найн надеялись, что они смогут быстро вскрыть. Тарик логично совершенно взял паузу. Сказал своим тиммейтам пацану, у нас не получается сыграть медленно. Давайте сыграем быстро. Это совершенно адекватное от него решение. Но оно было полностью законтрено, потому что НИП такие вещи тоже легко и просто хавают. Реслим временем фармит себе очечки. С 2К остался один. Кстати, по поводу Реза было очень много разговоров, что он онлайнер. Что на ланах он выглядит и выступает не так хорошо. Напоминаю, что это ланы. И сейчас у Реза 11 фрагов. Да, там множество из них на самом деле антиэкономических. Но это такие вещи. Главное это увидеть НИПов на плей-офф стадии, когда уже будет стадион. Когда будет БО3 серия, если НИПы все-таки выйдут из группы. И вот тогда уже можно будет судить о том, поднял ли он свою лановую форму или нет. Посмотрим, пока не так плохо у Реза происходит. 11-8, фрагстат 11-1-8 более того. Ну что, и экономический раунд прошел со смертью Реза и все. Кстати говоря, не так-то и плохо, потому что с чистыми глоками очень тяжело вообще что-то сделать. Рез снимает Скадулу в то же самое время. Все, им не дают пространство, посмотри на это. То есть Рез приходит на фонтан, говорит, пацаны, здорово, что как у вас дела? И убивает игрока на яме, но это вообще уже, ну, ни в какие ворота не лезет. Здесь поджал еще и зелень, но мы видим, что УТ-100 сегодня не идет по стрельбе совершенно. У него всего один фраг. Каждый раз он теряет важнейшие опорные позиции. Здесь хотя бы он ничего не отдал, на самом деле, своей смертью. Ну, не считая фрага, да, оппоненту. Но это не проблема. Дрекен оформляет уже 2 кила с 2-кей с автоматиком. Понимает, что делать им особо нечего, кроме как попытаться вскрыть Б. На Б никого нет, но Гетро еще поджимается спиной, как обычно, в своих лучших традициях. Кристофер, я бы сказал Колумб, но... Да, любит люрковать постоянно, да-да-да. Тим Гетроид умеет и любит заниматься. Но, опять же, вот Аутематик на Б, голом Б, кстати говоря, бегает. Встретится с Форестом, убьет его, что не так и плохо, закроет девятку. И, наверное, сейчас попробует с 2-кей взять каким-то образом бомбу. Попытаться, да, сротироваться на Б, но это не так-то просто. С 2-кей вскрывает лицо и Дрекен. Вот это уже совсем интересно становится. Гетроид, правда, Аутематику не убивает. Остается рез. Один против двоих. Чего-то как-то вот отлично разыграли, мягко говоря. Во-первых, то, что Стюй сделал, это круто. Во-вторых, то, что Аутематик доделал, это суперкруто. Все, что можно сказать. Но и вдвоем они застаркались. И резиню на самом деле может. Так-то, к слову, да, если хорошую позицию на контрнаступление займет. Он может пересечь еще оппонента, а он не понимает, где он находится. 10 секунд, 9 секунд, 8, 7. Клауд-9 успеет поставить бомбу. 4. Да, все, начинает на 4-й ставить. И, боже, все. Рез отлично, отлично. Отлично, нет, успели поставить бомбу, но рез пришел вовремя и сделал свой фраг. Опять же, он угадал, что это будет Б. Оборонял изначально А, перешел на Б-план через коннектор. И Клауд-9 просто не смогли прочекать все позиции. То есть, Сью-Туки, который должен был прикрывать своего тиммейта, смотрел Хлупу и Балкон, что совершенно логично с его стороны. Но Азезе он уже не ожидал реза. Да, не вышло. Не вышло здесь у ребят из команды Клауд-9. Ну и Нипы в одном шаге от победы на первой половине. А там может еще что-нибудь подоминирует сверху, например. Дрейкин делает первый килл. Опен-фраг. Размена пока никакого нет. И так, раздавая себе проблему у Клауд-9. Хотя, все-таки огрызается на резине. Вроде получается. Гитроид, наверное, хаишку 10 на болото закинет. На Аутематику она не попадает. Сью-Туки 12 хп, но он хотя бы живой. Кстати, калашом. Минус на Аутематику просто халявнейший. Совершенно пришел в боковина, убил. Причем у Аутематика должны быть вопросы к своим тиммейтам, потому что они находились достаточно близко. Раз он не понимал, что его все еще не прикрывают с больших песков. Ну, в смысле, на перекрытие больших песков. 8-4 и Нип здесь выигрывают. На самом деле, не со счетом 8-4. Это все 10-2. Там вот такие вот вещи. То есть, клоудам нужно что-то предлагать. Новая пауза уже была взята одна. Надо брать, на самом деле, возможно, вторую. Нужно придумать что-то совершенно новое. И я бы, на самом деле, на их месте попробовал бы все-таки поставить скадуду на ударную позицию. Пробить, например, зелень. Потому что пока его нету на карте 3 фрага у снайпера командой из Америки. И это, конечно, совсем достаточно. Да, пока, конечно, не идет с команды Cloud9. А тем более у Раша не идет. В защите, наверное, Раша будет немножко проще. Потому что есть варианты, где он может сыграть. Под Б, под монстры любят играть Раши. У него неплохо получалось. Пока, не знаю, насчет сейчас. Но надо что-то добирать. 4 рунда пока маловато. Резин, я против, все это окей. И вроде перестреливает и теряет по пол хп оба. Но оба остаются в живых. Тарик не лезет вперед, не хочет. Понимает, что если с Резом встречался его же товарищ где-то в андерпасах, то таким же образом Рез вообще-то может выбраться и кого-нибудь подстрелить. А теперь посмотрите. Американцы, зная то, что Рез находится на коннекторе. Так, у нас сейчас размены пошли. Аутематик все-таки зашел на болото. Так вот, американцы, зная, что Рез находится в коннекторе, не пошли его пушить быстро. О-о-о, пошло-поехало. Подташку сыграл Рез. Правда, не идеальную, но все равно разменялся один в один. Это для НИПов все еще минус. Очень большой. Они потеряли игрока на коннекторе, потеряли контроль над частью карты. Здесь с Форестом тем временем поджимает на 42-й секунде. Точнее, оставили к Зиста чисто на поджиме болота. Замечен, что к Зисту вообще на выстрелы выходить лучше не стоит. Лучше лирковать, он это понимает, и он остается пока что здесь. Так вот, здесь Рез на коннекторе. Клауд Найн, сфалили его позицию, раздамажили его. Ой-ой-ой, Дрейкен, флешечка. Но при этом всем не пошли пушить ему спину, потому что... Так, Дрейкен, Дрейкен. Слышка хорошая от Клауд Найн. Прям сладенькая. Но Дрейкен... Ой-ой-ой, да, доигрался Тарик здесь. Красиво все делал, но не получилось. Тем временем Дрейкен сносит еще одно лицо. И Скадуту остается последним. Он все-таки убивает Дрейкена, но этого мало ясно. Ясно, дело, что в спине уже Экзист. Полностью читались Клауд Найн по позиционке. Ну, Дрейкен, конечно, еще очень круто отыграл. Мы знаем, что он новая звездочка шведской сцены. Не самый постоянный игрок по своим результатам, по своей стрельбе. Но когда его прет, его прет до конца. И здесь он отыгрывал со своими тиммейтами. Уже по информации, что самое главное. Его вооружили всем, чем угодно. Ему говорят, парень, сейчас придут на А. 22 секунды. Ты точно знаешь, где они будут. Они будут у туалетов. Возможно, кто-то будет на нонге. Прочекай. Прочекал. Тарик пришел, побайтил. Если бы по Тарику не попал бы Скадудл, то это была бы его смерть. И у Тарика были бы все возможности зайти в боковину на Аплент. Возможно, даже поставить бомбу со своими тиммейтами. Если бы Экзист не сделал бы свои фраги со спины. Да. Что-то как-то у Клаудов прям совсем не клеится здесь. Надо что-то придумать. Два раунда-то в первой половине осталось. Понятно, что на атаке на самом деле могут быть проблемы. В принципе, должны были бы быть, пожалуй, проблемы. Но ожидал бы я от них хотя бы шестерка. А что-то шестерка пока вот не залетает. И если это должна быть шестерка, то это оставшееся все брать вообще подряд. А это совсем непросто, судя по тенденциям, опять же, взятых раундов от команды Ниджасон Пижамас. Давайте поглядим. Через эндерпассы пока что пода под фонтаны тут. А здесь уже резиню. Под хорошую флешку пытается работать. И, скорее всего, резко кого-нибудь убьет. Да, убивает Раша. Тарик моментально разменивает. По сути, 4 в 4. Все еще достаточно приятный плюс для Клауд Найн. С точки зрения того, что именно они играют за Т-сайд. Дрейкен. Ой-ой-ой, Дрейкен. Надо убегать, надо убегать. И вот Форест в этот момент подъезжает. Как же Нипы жесткие. Просто это насилие. Друзья, это 1-3-1. Статья УК РФ. Здесь без вариков. Здесь переиграно не с точки зрения... Да, там 4 раунда. Окей, отдали. Молодцы. Там порой вот, например, раунды были, которые на самом деле Клауд Найн могли законтролить. И 5-ой, и 6-ой из-за ошибок Нипов в некоторых моментах. И по стрельбе тот же самый Кзист проигрывает. Потому что Нипы сейчас играют вообще в четвером. Но как они играют? Даже не в четвером, они играют втроем. Посмотрите на Фракстата, Гитрайта и Кзиста. Но это не важно. Они просто замыкают. Как только их тиммейт ошибается и пытается убежать. И Клауд Найн думает, что они сейчас могут догнать. Или, возможно, просто подпушить ту же самую. Они думают, что открылась зона, да? Ее надо заполонить. Ты атака. Тебе нужны зоны. Тебе нужны точки для открытия на пленты. Ты думаешь, что сейчас эта зона освобождена. Но в тот момент, когда ты думаешь, что ты уже можешь идти вперед. Спокойно начинать раскидывать. И заниматься чисто техническими вещами по отношению к захвату плента. Тебя в спину въезжает два чела с коннектор. Два. Посредине раунда. Откуда ты думаешь вообще? Именно поэтому нужен полный контроль карты. Тебе нужно максимально распределить все свои силы. Заут Найн начинает полноценный заход на бплент. Здесь дает инфу по одному, по второму. Бивает Стюит Укея. Форест заходит в спину. Это Габелла. Это не игра. А, это вообще, это просто тотальное переигрывание. Это оверлевел. Это деклассирование, как любят говорить у нас комментаторы. 11-4. Да, 11-4. Жестко. Что-то слишком жестко. И на атаке у кладов совсем вот что-то получилось. Но это что-то. Это первые три раунда. То есть это, по сути, пистолетный плюс не расконцентрироваться на остальных двух. И еще один сверху. Это даже не раунды в середине первой половины где-нибудь. Не-не-не-не-не. Раш 2-13 сыграл. 4-12 играет с Кадудл. Его очень сильно не хватает. От Раши сейчас жду немножко возвращения в защите бплента. На стороне защиты. Очень важны. Потому что это прям совсем не алло. Ну если возьмут пистолетку, то я думаю, что они смогут успокоиться. Потому что они будут два дополнительных раунда, чтобы спокойно поиграть. Да, там типа порассуждать о чем-то. И уверенности немножко побольше прибавится. И плюс они будут играть на сильной стороне оверпасса. NIP в атаке не особо когда-либо были, ну то есть не считая там легендарных времен, когда-либо были в тысячу раз сильнее. Обычно они именно в защите, да, хороши. Конечно же видно, что наигран оверпасс. Конечно же понятно, что у них имеются определенные стратегии и подходы к этой карте. Но это еще не означает то, что они здесь выиграли. Клауд Найн очень сильный на защите. Американцы в принципе исторически всегда были сильнее на защите, чем на атаку. Ну, вообще вполне ожидаемо. Единственная проблема, что с пистолетного раунда нужно начинать. Вот он второй на ваших экранах, дорогие друзья. И Тарик получает уже ПХП от ребят из команды Ниджесон Пиджамас. В троем на банане на данный момент стоят. И перетяжка от одного товарища на лонг. Да, мало ли там забег, но там забега нет. И аутематик сейчас понимает, что пока что вроде бы никого нет. И попытается поджать, скорее всего. Совершенно стандартные вещи, да, то есть хорошее решение. Но, с другой стороны, бэплэн-то отпускается. Как раз на бэплэн будут убегать ребята из команды НИП. Иска Дудл здесь попытается принять кого-то. Спрячется, скорее всего, на граффити. Выживает при этом. Раш тоже 4 хп, 4.9 здесь. Дрейкин, Гитрайд делает по киллу. Рез добивает ска Дудла. И Форест пушит Тарик. В итоге остается последний аутематик. Шансов нет. Ну, строго говоря, реально у аутематика шансов нет. Флэшк нет, ничего нет. Кевлар есть, но не имеет никакого значения. Потому что НИПы подобрали 3 ЮСПА. И с расстояния типа 1200 юнитов им будет абсолютно вообще наплевать. Потому что они будут искать голову, а не тело. Поэтому кевлар аутематика тоже не поможет. Знаете, вот если бы типа статистически это все пересчитать, я бы поставил на 4% выигрыша аутематика в данном раунде сейчас. Его просто пушат, и вот он убивает одного, и все. Этим все заканчивается. И вот это проблема для Клоуд Найн с точки зрения стратегического камбэка на этой карте. Потому что раундов нет. То есть их не будет, потому что это 12-й. Это 13-й, вероятно, может быть. И это, возможно, и 14-й для НИПов. И даже если они супер прекрасно, восхитительно, великолепно сыграют вторую половину, и вернут себе, ну, например, до 11-12 раундов, то все равно там будет типа 14-12, да? И все равно это будет очень плохо. С петушком будет играть Дрейкен. Ну и пистолеты не дефолтные у Синайна. Настолько классная игра, что я даже не заметил, что Дрейкен сфоткался в очках. Для меня это редкость. Я обычно все замечаю по вопросу внешности игроков. Тем временем, Стюит ОК подъезжает. Смотрит коннектор. Пропускает, кстати, там Дрейкена. Не получает информацию, соответственно. Рез заходит со спины. Стюит ОК ничего сделать здесь не сможет. Ну, выстрелил по разу, да, 44 кп оставил. Окей. Клауд Найн, соответственно, обосновываясь на Б-планте всей команды. И сейчас вынужден будут идти на ротацию. Но перетяжка это не факт, что... То есть с точки зрения того, что они возьмут раунд, мало шансов. А вот то, что они потеряют сейчас свои вторые арморы вместе с пистолетами. Это новая катастрофа. Это следующая катастрофа. На самом деле катастрофа случилась еще в середине первой половины. Я бы сказал, что чуть ли не из самых первых девайсных раундов. Но то, что сейчас продемонстрирует НИП, это реально следующий уровень. Не может не радовать то, что, в принципе, шведы при вообще упадке шведского Counter-Strike. Мы знаем, что творится с Гатсентами, например. Там Денниса вообще забенчили. И слава, кстати, Богу, потому что тогда Денниса кто-то сможет выкупить. Потому что он теперь активен для трансфера. И я надеюсь, что ему найдут хорошую команду и его выкупят куда-то в интересный клуб. Они там... Фредди сказал, что они втроем остались. Ну да, да, да. При этом, кстати, полностью вообще оправдал ощущения от игрок от Сент Деннис своим комментарием, что они просто играли без команды. Они просто играли в формате индивидуальный скил, индивидуальные действия. Тимплея. Да, да. No teamplay, no strategies и погнали фигачить. Это, в принципе, реально похоже на то, что делают сейчас там фейз. Опять же, фейзы так делали в самом начале. Сейчас те турниры, которые они выигрывали, они в большинстве случаев пытались играть из стратегии. И то же самое происходило сейчас на IEM в вчерашнем дне. Но мы говорим сейчас не о фейзах, мы говорим о шведской сцене конкретно. Да, Fnatic просто тоже непонятно где, непонятно чего. Да, они взяли первое место на SL One Pro League в онлайне. Но кто знает, что будет происходить уже в свою очередь на плейлоп-стадии на... Ой-ой-ой-ой-ой, Дрейкент, какая красавица. Просто сейчас 2 килла 1200 рубля с отниму в копилочку. Forest тем временем добивает своих оставшихся оппонентов. Так вот, следственно, Fnatic тоже непонятно, что происходит с ними. И смогут ли они дальше доминировать на рынке или все-таки продолжат свое свободное плавание в никуда. Нипы, мы тоже знаем, достаточно непостоянные. И да, у них был тот самый легендарный ДКш на нескольких кланах подряд, когда они тотально доминировали на нем. Но больше карт особо не было. И вот сейчас Снепов мы видим на оверпассе. Это очень-очень круто, что они все-таки подготовили эту карту. Хотя оверпасс вообще это чемпионат оверпассов пока что на EM Окленд. Потому что первые 2 дня было где-то... Очень много. Так, так, открытие от него неудачное. И Бэплайн полностью теперь под шведами. 4 человека остается Cloud9. Совсем прям никак не выходят на данный момент у них. И опять же, я еще раз повторюсь, раундов-то нет. Гитрайта не увидел Тарик, хотя на экране было видно. С правой части экрана абсолютно точно. Но если 16 на 9, да, ребята играют. Раш в итоге падает от Гитрайта. Ну, дорогие друзья, тут на самом деле добавить нечего, к сожалению. Опять же, чисто стратегически карта просто заканчивается. Cloud9 делали ровно такой же раунд, как Нипы. 4 игрока на фонтанах. То есть не то, что они копировали кого-то. Ясное дело, что у них просто есть такой раунд. Они попытались рискнуть, как это делали шведы. Так же делали, в принципе, и другие команды на этом овере вчера. 4 человека в стороне. Один фонтан, один лонг. Другой коннектор, третий стоит на раскидках в стороне туалетов. И один человек играет на Б. Но, если вы посмотрите на опорника на Б у Нипов, а именно Гитрайта, то он обычно играет на чек на халпе. То есть он в такой позиции, в которой его убивать сложно. Он дает инфу, он пытается сделать один килл, а это идти. И подождать, когда его тиммейты придут. Тут, в свою очередь, опорник у Cloud9, если я не ошибаюсь, это был автоматик, играл напрямки. То есть он открывался на выходящего противника на больших песках. В попытке сделать больше, чем один фраг. Он сделал ноль. Его просто выбили. Но, в любом случае, соответствую, это просто маленькое изменение в стратегии привело к тому, чему оно привело. 15-4. Очень грустный счет. Стиву Тукея с Фамасом. Тарик со скауткой. АВП от Скадудла. 2МК 4. Форест уже снимает лицо Стиву Тукея. Опять в 4-ом остаются ребята из команды Cloud9. Настолько прям не заезжает у них в рфас. И раундов просто больше нет. В принципе, чисто физически раундов больше нет. Судя по тенденциям, на самом деле, все должно очень скоро закончиться. Но давайте посмотрим, мало ли, мало ли вдруг еще один смог на зигзаг от Раша. Как раз Раша на В-планте, но я его сегодня не увижу здесь. К сожалению. Просто слишком поздно. Скорее всего, слишком поздно. Гитрайт за цементом на зигзаге находится. Ждет флешки, чтобы ворваться. Будет ли флешка от Резы, например, от Гзиста, например, от Гитрайта. Ну, в ближайшее время она, наверное, должна быть. Все-таки давайте подождем, когда Гитрич выйдет и наломает здесь дров. Раша занимает, кстати, отличную позицию. Дико она мне нравится здесь. Под зигзаг и под каналы, да, выход с монстра, например. Потому что можно поменяться немножко и закрывать себя то от одной позиции, то от другой. Сложновато, но классно. В итоге никто не выходит. Скадудла тем самым временем снимает Фореста. Гитрайт так и стоит. Флешка на Гитрайта в итоге полетела. Ослепила его. Он выходит и не умирает внезапно, потому что убивает Раша, и Дрекен расправляется с Стариком. Скадудла у тематика остается вдвоем против четверых. Скадудла остается в одного. Убивает Зиста. Да, даже красиво. Но вы все понимаете, чем это закончится. 16-4. И, по-моему, это чуть ли не самый разгромный счет в рамках АЮ Мокланд. У нас все групповые матчи закончились.